Вот попробуйте отгадать загадку. В большой-большой корзине, наполненной полностью доверха яблоками, спелыми, сочными, без единой царапинки, кладут наверх гнилое яблоко. Как вы думаете, что быстрее произойдет? Здоровые яблоки исцелят больное, либо вот это больное гнилое заставит сгнить все остальные? Вот именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Не перестаю радоваться этой книге, честное слово. Сейчас прямо жалею, что я ее взял вот в таком вот в мягком переплете, но обычно я такие книги беру в мягком переплете, когда нету в жестком. Мягкий просто неудобно. Но суть не за это. Суть заключается в том, что сегодняшняя глава, она прямо, знаете, вот ковыряла, ковыряла и ковыряла в моем сознании и в воспоминании все возможные ситуации, которые я только пережил. И глава эта называется «Как восстановить порядок». Давайте я изначально расскажу еще раз о тех самых проблемах, которые существуют в отделах продаж риэлторского бизнеса. Вы это все можете рассматривать через призму своего собственного бизнеса. Есть компании, в которых строгие правила. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. И эти компании могут планировать свои бюджеты на несколько там месяцев вперед, даже на несколько лет. Они понимают, сколько они могут заработать. А другая компания, у них нету, у них есть регламенты, есть какие-то правила. Но это все вот как-то вот так вот подняли, бросили. Кто какую бумажку поймал, тот такой регламент почитал. И тот с таким регламентом в туалеты сходил. И никто ничего не делает. И вот там куча мачо, бардак, текучка. Люди не хотят идти, зарплаты то растут, то падают. Вообще ничего попало происходит. И вот в таких вот компаниях, которые вот эти, ну вот непонятно, а их на самом деле большая часть, я работаю со многими отделами продаж, и когда прихожу, я думаю, да что ж такое-то. Ну где вот, ну почему так, почему это вот это. Ну вот же у вас прописан регламент, почему он не работает. И потому что подчиненные говорят, да это руководство дебилы какое-то, понапридумывали непонятно что. А руководство говорит про своих сотрудников. Да какие-то дебилы, они ничего не хотят. Я говорю, так у вас компания получается, какая-то компания дебилов что ли? Дебилы создали компанию, набрали дебилов. А что тогда вы жалуетесь-то друг на друга? А вы что пришли? Вы что, не знали в какую компанию пришли? И вот все сидят глазами хлопают. И когда я начинаю объяснять этим руководителям, что, ребят, вы поймите, если не будут соблюдены правила, которые вы прописываете, то чего вы хотите ждать? Что вы хотите ждать от этих сотрудников? Вы искренне верите в то, что эти люди возьмут и сами начнут работать, когда сама обстановка не позволяет это делать? Ну тогда, если будут такие люди, то они просто-напросто не захотят работать на вас. И я тому личный пример. Я работал в одной компании, где на один объект недвижимости можно было заключить 2-3 договора. То есть там люди конкурировали. Вот трое человек за одним столом сидят, и трое позаключали над одним объектом. Ну просто бардак. И как бы сплетни, интриги, что-то там вот такое. Да ну вас нафиг, а вы мне нужны. И вот автор здесь приводит очень хороший такой пример, эксперимент, исследование целое. Взяли торговый центр. И в этом торговом центре провели следующий эксперимент. Возле парковки, где паркуют велосипеды, на каждый руль велосипеда прикрепили резинкой рекламу. И сделали это в двух разных торговых центрах. Извиняюсь, сразу не сказал. И отличие было следующее. На одной площадке был идеальный порядок, а на другой площадке просто-напросто такой же идеальный порядок, но взяли и нарисовали графики на асфальте. И стали наблюдать, что будут делать велосипедисты, которые будут выходить с торгового центра и видеть вот эту рекламу. И эксперимент показал, что там, где не было графики, а был идеальный порядок, то получается бумажки бросали на землю 33% людей. А там, где графики было, там бросали 69% людей. И вот теперь давайте мы с вами и посмотрим. Я сейчас обращаюсь не только к руководителям, а вообще, наверное, ко всему нашему земному шару. Если мы имеем желание, чтобы вокруг нас была чистота и порядок, то мы просто-напросто должны знать, неважно, мусорно здесь, не мусорно здесь. Мы мусорить не должны. Если мы пришли в компанию работать и в компании вот такой вот бардак, а это единственное место, где мы можем работать, то мы должны соблюдать все эти правила. И вы мне сейчас скажете, ой, нет, Андрей, там невозможно будет или еще что-то. Я это, почему вот с такой эмоцией? Да потому что меня уже задолбало это слышать людям по 40 лет. Они говорят, что невозможно. Девушка родила боли, за рулем ездить научилась, машины мы ездить, ремонтировать научились, дома строить научились, в космос мы научились летать. А по правилам работать вдруг мы не можем. Не сможем никогда. Да что, говорю, за бред-то собачий. И вот теперь я показываю свой личный эксперимент. Все компании, в которых я бы не работал, я придерживаюсь всегда одного и того же правила. Мы начинаем работать ровно в 9.00. Мы не приходим на работу в 9.00. Мы начинаем уже работать в 9.00. Мы учимся, мы сдаем экзамены, мы делаем какие-то планы. И это оговорено сразу. Если кто-то не согласен с такими условиями, до свидания. Я никого не собираюсь держать и насильно заставлять что-то делать. И о, интересная картина получается. Значит, я захожу в компанию, где бардак, где говорят, что этого сделать нельзя, дисциплины не может быть и всего остального. Вдруг в этой компании появляется мой отдел, где все сотрудники почему-то начинают следовать правилам. Как интересно получается. Я руководителям говорю. Вы посмотрите. Получается, даже в вашем мусоре можно навести порядок. Давайте действовать. И здесь начинается второе возражение. Ой, Андрей, да они должны сами понимать. Да, конечно, должны. И они это делают, смотря конкретно на вас. И вот вывод я из этой главы хочу сделать следующий. Если мы имеем желание, чтобы в нашей компании было все хорошо. Неважно, подчиненный вы или начальник. Начните с себя. Если вы видите мусор, поднимите его. Если вам поставлен план, идите выполняйте этот план. Если у вас есть какие-то обязательства, идите делайте их. Неважно, что делает окружение. Окружение в большинстве случаев в своем на рабочих местах ковыряется в носу с кружкой кофе где-нибудь, не знаю, там за пределами офиса. Ну, по крайней мере, господа риелторы это вот точно делают. Не все, сразу скажу, не все. Есть люди, которым я прямо искренне низкий поклон даю за их труды, за то, как они работают. Поэтому все зависит только от нас. Это как эффект разбитого окна. Если в пустом здании разбито только одно окно, значит, ожидайте, что скоро будут разбиты и остальные окна. Но если это разбито окно хотя бы даже просто снять, то все остальные окна останутся целыми. Поэтому, если разбили одно окно, точнее нарушили одно правило и не хотите, чтобы это нарушалось и все остальные, быстро перестаньте нарушать это правило и справьте, чтобы это не было повадно другим. А вам, уважаемые руководители, агентств недвижимости особенно, я скажу так, если вам надоел бардак в ваших отделах продаж, если ваши риелторы не выполняют планы, не делают холодные звонки, если ваши руководители не могут их заставить, срочно бегите ко мне на консультацию. Я вам раскрою ключиками потайными такие двери, что у вас вот глаза на лоб полезут. И я этими ключиками открою и дам вам целые ящики инструментов, как выйти из этой неприятной ситуации. Для этого вам нужно просто перейти по ссылке и я с вами обязательно свяжусь. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом!